Здарова, пацаны, здорово, гангстеры! Как вы помните, в этом обновлении добавили Ситроен Душегубка, так я её называю, потому что это некоторая замена скутера для бичей, я бы её называл так, потому что тачка мега маленькая, если мы до этого с вами тюнинговали, инвалидки, всякие тачки типа Аки, ещё более прочие мелкие, такие смарты, так сказать, эта машина, я не знаю, 20 на 20 сантиметров, она размером примерно с тот телефон, который там находится внутри. И именно эту машину я сегодня затюнингую первой после того, как вышло обновление, потому что, ну я прям как её увидел, я сразу понял, вот это моё, это действительно та тачка, которую я хочу затюнинговать, поставить на неё дичайшие обвесы, диски, винилы, спойлера, багнуть её и наказывать тачку, которая, напомню, стоит тут 45600, МГУА, найти её на серваке и наказать вот на этом вот, в общем-то, непонятном игровом кресле на колёсах, я бы назвал это так, короче. Прыгаем в тачилу, прям сейчас, открываем её, смотрим, что это ещё вообще себя представляет, я её выбил с кейса и как бы победно-праздно её забрал. Так, как-то бы мне отрегулировать камеру, чтобы насладиться салоном. Это, подожди, это у меня кепка или что это мне мешает? Слушай, так это максимальное погружение, меня тоже как бы немного здесь отсвечивает, ну ладно. Она реально двухместная? Первый вопрос, который у меня возникает, она реально дрюх? Вот, дрюх, дрюх. Давай. Без прик... Ебать он ноги, ты видел, как ноги вытянул? Вот так вот, просто, прямо. Ну-ка, во! Пф! Ну теперь понятно, как они там вмещаются, тут у меня был вопрос, как оттуда вообще заладят люди. Сейчас это всё очевидно. Фары работают? Ключ можно вставить на NUM1. Удобно. Запускаем двигатель. А, а звук электрокара, она электрическая, да? Или она бензиновая? Как понять? Слушай, можно на неё сразу из номеров повесить G63 AMG, но я куплю новые. Я придумал какие-нибудь, но это чуть позже. Сначала попытаемся посмотреть, как она едет. Вот этот звук неработающего радио, он был здесь вообще к месту. Короче, она не едет, это очевидно. Ну, вроде чуть быстрее скутера, это уже плюс. Блин, ну так-то экологично. Слышишь звук, да? Экологично едет. Прям нормально. Бля, прям круизная такая. Тут ещё панорама, вот по кайфу на самом деле. Я хотел порофлить, но тачка-то по кайфу. В ней есть навигаторы, блядь, у вас там в BMW даже они не работают. У вас там CarPlay, вы видели? В салоне в BMW. Там, ну, в некоторых его и нету даже. А здесь сразу мобила с навигатором, то есть мобила в комплекте идёт. Блин, ручки такие интересные, спортивные, как на корчах, на заряженных, которые здесь есть на серваке. Да вы чё, гоните эта импа? Типа, камон, если я её багну, мало не покажется, у неё управляемость охренительная. Она едет вообще прям, ну всё. Тест-драйв от Давида сейчас закончил. Да зеркала, конечно, от этих от самоката, от скутера реально приделали. От каршеринга. Какого каршеринга? Ну я не знаю, откуда они взяли, это просто очки. Григория Лепса, блядь, с двух сторон по очку. Ну не очку, короче, вы поняли. Поехал я. Тут форточки ещё как-то открываются по-любому, да? Ну я не знаю, как их открыть. Ага, я даже не понял, что я заглушил. Да в целом скорость не изменилась, что заглушенная, что не заглушенная. Ну мы доехали. Сотка максималка. Не, ну сотку едет. Тут как бы есть фактор такой, тачка. Если, знаешь, сотку едет, значит это тачка. Ну сразу суету, да, оперскую езду устраиваем. Штраф. Сколько мне дали? Пять тысяч, да? Тачка стоит семьдесят пять. Ну это получается... Сколько? Десять... Пятнадцать раз проехать, да? Плюс-минус. И всё, и ты тачку можешь отдавать на штрафы. Вот ещё раз проехали только две пятьсот. Непонятно, короче, каким образом. Ой. Там, блядь, я врезался. Ну там размотаться надо было насмерть. Ну а по факту там был звук от велосипеда. Блядь, как будто я врезался. Ага! Ага, ну чё у нас здесь? Матизы, лимузины. Всякие. Классно, классно. Лёша, Лёша, Лёша. Здорово, мне нужен тюнинг. На эту бодрую малышку я хочу. Давай, давай, брат. Ты затюнишь? Да, давай, давай. Давай, прыгай. Вот эту старуху с собой... А, нет, у нас два места, всё. Давай, давай. Всё, ты сел, смотри, она не едет, блядь, всё. Она сейчас пешком обгонит, блядь. Гонки с мужиками будут сейчас. На ногах. Нормальная тема. Только не угоняй, поже, брат, я закрою, ладно. Гараж свободен, но меня не впускают. Ты не записал, подъедите обратно туда. А, я понял. А, я думал, у меня просто не впускают, типа, кринж. Бывает, бывает. Бывает, она, слушай, она, дай, проверим, она, заедет вообще на эту... Блядь, она, мне кажется, заедет не вот так вот. Блядь, а заезжают, слышь. Она почти, она почти, смотри, она почти помещается. Она должна туда проехать, подожди, без прикола. Тут старуха смотрит. Она не заезжает. Сейчас пройдут. Блядь! Ой, блядь. Ой, да ничего, 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 сейчас. Блядь! Ты как в нее поместился? Да что, нормально, у меня еще плащ, он, Yoda, у нас еще третий пассажир, так-то на трехместное, смотри, пассажир-то у нас сготается. Еще утка твоя, так, четыре, полноценный автомобиль. Отвечаюсь, поле чудес выпал, с барабана прям, стащили и дали. Так, колеса потом поставим? Кипа, а сколько тут покрасок, эй! И что, ни одна не ставится? О, нет, ладно, ставится, ништяк. Я-то уж думал, все, мраморную сделаю сразу, элитную. Воу. Воу, вот это я прям мечтал, три, четыре года ждал. Я вот тоже мрамор думал, слушай, гений мыслит одинаково, считай. Мраморную, да? Давай элитную сделаем. На рублевку поедем, блядь, точно. Блядь. А это что, Тайпси, что ли, возле нее? А, ты на тачке на какой-то ездишь? Да, я это. А сколько у тебя денег? Да, мне мало. Сколько? Сто восемьдесят, а? А, ну давай, крась. Он сейчас покрасит, ему дадут сто восемьдесят тысяч примерно столько же, потому что покраска этого корыта, винил. Блядь, винил стоил тысячу, тысячу, миллион триста. Блядь, миллион триста. Я отдал за винил на это корыто. То есть, ну, то есть, ну, нам триста. Сейчас реакция будет, пацаны, на Дэн. Да, зато БП куплен, я этот хочу себе. Да, а сколько у тебя денег дали за покраску? Подожди, у меня было сто восемьдесят две, а стало четыре сорок две. Четыре сто сорок две? Двести шестьдесят... Двести шестьдесят тысяч ему дали, просто на халяву. За покраску вот этого говна, кто бы знал, да? Блин, вот это чёткая машинка. Вот я бы на ней... Да, вот видите, вот видите реакция. Все говорят, что это... Они рофлят, но на самом деле так оно и есть. Блядь, на неё ни хрена не ставится, к сожалению. Удивительно. Ладно, ну колёса. Машина, ну, настоящего миллиарда, я разрублёнки. Лёха, ставь шестерёнки. Бля, вот эти шестерёнки может от Лего поставить. Штампы ставь, штампы, штампы, отлично. Штампы нам, рамбар, не, не встану, мы уже в элитное направление. Мы как бы оперстайл хотели бы сделать. Ставь, ээ, ставь от роуса, от роуса, ставь от роуса. У Жекича, которые вот были на... Вот эти? Понял? Не. Да, да, да. Вот эти, вот эти, давай, давай. Бля, меня надавили, меня три человека нахуй заставили поставить колёса. Вы владельцы, да, этой шарашки, я так понимаю? Полтора миллиона, блядь, колёса. Ши-ши-ши-ши-ши. Ну, это разве есть, это мы, ээ, марки... Не, ну ништяк смотрится, смотрится гипнотически. Я её затонирую сейчас, это вообще просто... Мы улетим в космос на ней, я отвечаю. Она поедет 400 минимум за свои деньги. Я в неё три миллиона вложил, только биби-стейджи ещё. Я попаду в видео. Ну, если рогнёшь, да, давай. Нет, ты жесток. Лёша, Лёша, я готов. Слишком жесток. Я просто покушаю блинчики тут, ну, ни с чего, понимаешь. Нормально, нормально, 300 тысяч ему дали, один блинчики кушают. Чё ещё можно поставить? А, цвет. Она мраморная и не... Она двухцветная, чё? Лёша, он у тебя двухцветный, что-то просто будет пушкой. Бля, вот эта карамелька на самом деле. Пацаны, пацаны, смотрите. А чё, красный может с белым? Нормально, не? Не-не-не, это чё за бочё, блядь? Это типа калином в столе? Тихо-тихо, не базарим ещё. Тайп-си. А, это тайп-си реальный, блядь, сбоку. Ха-ха-ха. Ебаня. О, жёлтый, слышишь, нормально? Не-не-не, нормально. Вот такой, во, вот, мрамор, мрамор. Аарм, аарм, тебя приветствует калор. Вот такой, вот такой, вот такой, мрамор, ну, во, 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 вот этот серо-синий охренительный, да, нормально. Ну там, яркий тоже классно, но вот, ну прям надо мрамор красивый сделать, пацаны. А, блядь, три человека меня тут советуют что-то ставить. Белый тонер на неё в коте ещё, это вообще... Не, белый тонер я сколько ставлю, потом жалею вечно. Давай ты, похрен. Подменка, подменка. Подменили, я не заметил даже, челок рашнула бедного. А чё-то мало едет как-то. Блин, ну белый было бы тоже классно. Я, я вернусь, поставлю красный. Хотя, с другой стороны, так красиво. Блядь, что это вообще за чудо-юдо такое едет? Бля, куда ты меня на своём банане подрезаешь? Молодой банан. Блядь, стыд какой, а она красная даже не может проехать, посуетить. Я, кстати, передаю общий привет всей семье. Он, общем, общий привет такой. Э, куда, куда? Смотри, сейчас привет закончится раньше времени. Бля, я не хочу на этой машине поспиться. Я, мне кажется, заебись идея. Это позорно. Да почему? Зато, смотри, ты от ментов ехал, да, такой? Ехал, ехал. И вкрашнулся нахуй. В теории, вот мне интересно, какая коллизия у тачки, ну, хитбокс, так назовём его, да? Который позволит нам поставить стейджи, ну, на крышу. Ну, типа, вы поняли, воздухозаборник, который на крышу. Я хотел показать, насколько это шустро машина, на самом деле, для того, чтобы удирать, да? Вот как бы, ну, всё, ты вот сюда уже заезжаешь, эээ, и всё. А, блядь, нет, не всё. Ладно. Ну, в целом и так всё, там было понятно. Вот даже в таком... Блядь. Да ладно, не, может быть, мы нашли место, которое ни одно транспортное средство, кроме скутеров, не пробирается. То есть, всё. Ты можешь... Вот всем, кто живёт здесь, в этих хатах, всё, вы нашли своё парковочное место на этой тачке. Прикиньте? Идеально. Да просто идеально. Ладно. Ну, на ней можно реально очень классные вещи делать. Очень такие суетные, я бы даже сказал. Так, я там не вижу, куда еду. Блядь, тут заборов наставили. И не проехать никак. Прыгала бы она ещё, как велосипед, было бы вообще... Цены бы ей не было. Ооо! Я опять нашёл место, где она идеально себя покажет. Смотри. Мне кажется, карту строили изначально. Это как будто, знаешь, они знали и проспойлерили. Или они сидели, блядь, с линейкой, измеряли, чтобы эту тачку сделать. Я не знаю. Вот. Она примерно такая же, как эта тачка в песочнице. Смотри. В 10 раз... Блядь, мы застряли в песочнице. Мы застряли в песочнице на этой машине, чтобы вы понимали. Так, что она ещё может? Так, это, я так понимаю, с Дагестаном машина, окей. Как бы мы ребята с Европы. Ну, в эти двери как бы слишком амбициозно хотеть проехать. Но примерно она размером с мусорку. Ни на что не намекаю, конечно же. Ооо! Блядь, блядь, блядь. Тихо. Проедет ли... Вот такая маленькая машинка, добавленная недавно на Радмире. Вот в такую маленькую щель. Дверного проёма. И, конечно же, да. Она смогла проехать сюда. Кто бы знал. Но она смогла и сюда. Посигналим. Я хочу на неё уже поставить стейджи. 7 миллионов, это уже не деньги для этой машины. Всё. Она уже съела и так достаточно для того, чтобы... выглядеть бодро. Ей нужно поставить вот такие штуки. Они будут прямо с фары идти. В смысле недопустимая позиция? А какая допустимая? Где? Нормально вообще? Куда допустимая-то? А! Понимаете, о чём речь? То есть, как бы... Подходящая позиция только вот здесь. Нет, я хочу... Я просто хочу... Мы же... Мы же рофлим в конце-то концов. Будет летающая из будущего машина. Почему нет? Нормально. Расширим её как бы. Удлиним хотя бы. Но потом я это всё уберу. Потому что это смотреться не будет. Я хочу, чтобы это смотрелось нормально. Но и турбина, соответственно, не встанет на крышу. Это мы уже точно узнали. Потому что она будет примерно где-то вот здесь. Соберём её по частям. Это больше похоже на трансформер. Вот максимально допустимая позиция. Это вот здесь. Просто выйдем и посмотрим. Так-то она вроде как к кузову прикрепилась. Блядь. Я боюсь смотреть, я боюсь поворачивать камеру просто. Выглядит это странно, честно. Это надо убрать, то есть как бы. У нас там человек, походу, ноги торчат. Да не, это совсем уже убийство. У нас и так она как бы приколхожена чуточек. Но это совсем уже убийство внешнего вида машины. Всё это убираем. Но стоит же нам нужен, чтобы багнуть. То есть без него никак. Меня на эти номера вдохновил тот чел, который как бы, ну... Выезжал здесь на тачке. Ара 0.95 на 95. На этой машине. Пока, ну, на время. Это транзитные номера. Потому что для этой тачки нужно что-то придумать. Я пока ничего не придумал. Но, может быть, на ларьках увидим, съездим. В этой серии же мы откроем кейсики. Вот там голый пацан бежит. И я хочу как-то уехать отсюда. Потому что, ну, он за... Ну, давайте посмотрим, заинтересует ли его эта машина. Ну, говно можно продавать в целом, да? Блядь. Зря старались. Понятно. Ну, говно реально. Всё. Можно продавать. Зачем мне вообще ездить по дорогам, если для меня вот дорога? В целом-то. Как она мне нравится. Слушай, она такая манёвренная, такая мобильная. Прям вообще класс. Есть кто-то виталин в центре? Не может же быть, что здесь никого нет. Надеюсь, они просто все внутри. Алло, есть кто-то-то? Я не вижу. Подойдите ко мне. Цены. Ну, кстати, насчёт белого. Может быть, он и был прав. Выглядит достаточно футуристично. Или ебанистично. Я даже не знаю, как это описать. Ну, лёгкая белая здесь смотрится, кстати. Реально, без прикола. Во. Максимально лёгкую ставим. Просто, чтобы покрасить сам цвет. За 360. Ну, просто в хлам? Нет, не будет смотреться. А так, ну, вроде как, даже стильненько и мраморно. Прикольно. Вообще, это просто... Тут спойлер есть. Подожди, это... Чё такое? Это тюнинг, наверное, цепь приводит. Не, погоди. А вы можете в этом корыте? Давай мигалку. Блядь, вы можете ездить в нём, по идее? Ну-ка. Запрыгивай, запрыгивай. Пацаны, я, кажется, закончил тюнинг. Мне больше ничего не надо сюда ставить. Я уже даже не знаю, что сюда ставить. Мигалка нет. Она будет слишком много внимания привлекать. Мне это не нужно. Ей, куда? Ехала. А нет, скидывай, скидывай. Попробуй сзади запрыгнете. На тележку. У меня прицеп сзади. Для кого я делал? У меня тут нет ничего. А у меня у нас ничего нету тут. Сейчас приеду, вернусь. Блядь, я вообще в шоке. Что я наделал? Пацаны, ну, блядь, ну вы меня знаете. Я ничего другое не хотел делать. Блядь. Почему так? Это вообще на... Я на рандоме это нашел. Ладно, сейчас пацаны... Боком, 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 блядь. На шахту ехать с этой херней. Чисто шахтер-донатера. Как, подожди, что шахтер-донатера? Нет, подожди. Ну, типа, вы поняли, на шахте челы бегут. И у них, типа, тележки. А я, типа, шахтер-донатер. Во. Я, типа, вот это хотел сказать. Ну, встречайте. Телега тут, телега. Че, они могут ехать? Ну, быстро не поедем. Блядь, прыгай, прыгай. Сейчас, фоткаю вас. Задайте на дорогу, вот едем, чтобы я сфоткал нормально. Ну, если что, догоните, тачка не такая уж и быстрая. Что выпадет, то лишнее. Что выпадет с этого чейса, да? И моим бомбом. Не, 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 вот с этой тележки, что выпадет, то лишнее. Ну, в целом, готово все. Можем попробовать. Ну, вот это давай ехать. Ой, ай, не дали, дейди. Ха-ха-ха, а не просто сзади не успевают. Да, так быстро, куда вкусно следует. Ну, на сотку едет, сотку едет. Никакого альта нет, ничего тебе. Да, да, ты расскажешь, расскажешь. Я буду скину, это все скину, то вот здесь я забаню, боже. Сука, придурок. Ну, что, пацаны, готовы? Можно, чтобы вы на форум. То быстрее. Матис с челом, которого арбуз на башке, утки. Бля, вы ненормально отдыхаете там, слушайте. Сейчас, да, отдыхаются, улетим в кювет. А, они упали? Нет, они едут, они почему там в воздухе едут? Забаню. Бля, вы у меня вообще в воздухе летаете, вас забанят. Ха-ха-ха. Блядь, а что это? Кипать. Ну, красный пролетел вслепую вообще. По полету. Что происходит? Эй, куда идти? Сейчас, кипи, сейчас, кипи. Сейчас, кипи. Ле, мага, по салону гуляю. Пацаны, аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Вы реально еще едете на этой штуке? Ты что, бля? И что, не упали даже? Водитель на лёхе. Не, не падай. На, нам пах. Нормально, тогда все, я фул разгон беру, пацаны. Если что, выпали... Не-не-не, нормально, нормально. Я бессмертен, поясни. Нормально, пацаны. Максималку выжмем. Бля, вы представляете, чел, который ехал по делам, видит себе вот этот Матис с телегой, бля. Я не знаю, там было фиксель, но я видел, что этого чела на скутере эти чуваки догнали у вас, бля. Это пиздец. Бля. Тихо-тихо, жить-жить-жить. Пожить-пожить-пожить-пожить. Перевернется, сдохнем. Ай. Это просто лучшая телега, которую я создавал. Реально лучшая. Телега, которую мы заслужили. Когда вас просят что-то скинуть в телеграм, как бы у меня самый большой телеграм-канал. Ну вы поняли. Ты что творишь, бля? Я вылетел с этой телюшки. А где остальные? Тут есть два меня? Я не знаю, они вылетели, помните. Быстребля, блядь, мне сбили. Телегу сбили. Дай, 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 там двухместка, не? А в смысле, ее сбили, алло? Че? Ее, блядь. Ее можно было сбить. Здесь телегу сбили. Опять телегу заблокировали. Ну-ка, сейчас я отлечу, подожди. Все, пацаны, тележка на месте. Тележку вернули. Че, 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 че в огороде теперь у кого-то, да? Да, 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 надо было просто... Чтоб она переотрясовалась, да. Ну, бля, ее снести можно, это вообще нормально. Минус кибитка тупо. О, слушай, давай заезд. Твоя телега мою потянет? Он жмет, он жмет, блядь. Я с ним заездил уже. Он не давал согласия, но он поднажал. Думаешь, чел в шоке, нет там? Он в охуе. Плохую телегу купил, надо было эту брать. Тут убрали эту херню, что ли, с поворота, в которую все врезались? Бля, делали бы здесь отбойники, которые урон не наносили, по которым бы так плавно входил. Ну, она 400 не едет. Какой багаюз? Вот багаюз, брат. Или это сло, брат? Это нормально, это стейдж, просто на стейдж накладывается 3-4 раза. И все. Что, 9-й стейдж, что ли? Ну, да, нет, почему? 3 на 3, 9, и 9 на 3 еще раз. Вот такой стейдж получается. А, них есть. Да, но же друг на друга множится. Кикнул, а они не смс пишут, эти кенты. О, блядь, там же кибитка эта, деревянная, подожди. А вот это вот две. О, подожди. Бомж, бомж, запрыгивай в вагонетку нашу. Хасл плей, бля. Че? Думаю, что он с хасла видит эту кибитку? Он летит, он летит, он тебя просто вынизил. Слышишь, он тебя произделал. Он сейчас был, с бомжом с хасла. Он голову вверх поднял, и там, бля, он под снюсом, короче, это питерский, и уезжаем отсюда. Питерский опасный. Не, ну да, это точно скампа должен быть. Где? А, вот. О, Мэрс доехал. Азиз, ази, бля. Ха-ха. Бля, ну, короче, это мое парковочное место, бля. Ха-ха-ха. Ебаная, что? Вы че это такое? Ща боком будем на телеге разваливать. Ситраин болтоватый, бля, жесть. Это надо в такси 5, блядь, скину на новое. Уплата сигналь, аааа, блядь, блядь. Минус тележка. Поехали, продолжаем, пацаны. Надеюсь, штраф не дадут на это кибитки. Просто прикиньте эту фотографию, когда, блядь, вот на эту кибитку придет штраф. Там такое же что-то... А, это два скутера, мне показалось. Так, лагающая ламба, проезжайте. Мне нужен серьезный... А, теперь это куча мусора здесь. А, так они рандомно... Блядь, все, забейте. Я был уверен, что там одна и та же... Она прям была там всю жизнь. Не могли не убирать столько времени, 5 лет. Че-то не то. Ладно. Че-то скутеров много, блядь. Я заехал в город, чтобы нормально... Я пришел на нормальную перестрелку. Вы что, из фильма сраный, блядь, пекарь? Одни самокаты в городе. Это что, скалка, блядь, что ли? Что это? О, ГТР, давай. Пацаны заедут. Это... Прыгайте. На ферму три набора рабочих. Прыгайте, зарплаты высокие. А все, они АФК, короче. Прыгай, на ферму едем. Пока не ума. Работа. За еду. Достойная оплата труда. Набор на третью ферму. На третью... Нихуя, да. На третью ферму работает. Че, ебался? Ебался, прыгай, давай в кибитку. Поехали на ферму батрачить. На батрачить на ферму, ебаный, зарис. Согласился? Сейчас я его разгоню, раскручу здесь. Я из-за того, что тележку не дам, у меня. Бля, я камеру объехал по ротуару. Мы выяснили следующее. Эта машина спокойно преодолевает фуры. Прыгает она Как мы и хотели, как велосипед Даже выше Блин Ну, к сожалению, мы разбились Бакс бился и делает мне его в очередной раз фадл Но он очень опасный Не, ну бак это весело, тачка За 75 тысяч столько фана от нее Она даже в стоке охренительная Вот мы сейчас в стоке ездим Просто какая у тебя из машин Вот так вот спокойно вот здесь, да? Романтика просто, а? Ну, смотри, я тебя уточек привез Как смотреть Нихуя Нихуя, да Раскидывайся сзади Я всегда буду сразу сказать то, что Как бы, ну, мы сюда на отсказку Давай, да А, ну да, в целом сзади не раскинешься, согласен Давай, начинай Я здесь заканчиваю эту серию, чтобы вы не смотрели Блядь, нахуй, пошел Я всю жизнь скидывал бичей с машиной В итоге выбросился с ней сам Ну, оставим ее так Попрощаемся Как он там сидит, отдыхает, я побежал До скорой встречи, пацаны, пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok